строки и савитры в которых смерть высмеивает все человеческие верования представления философии изобретения савит и штиуробинда да и напрасно всесильные науки которые учат человека из чего созданы солнце как изменить все формы для службы людей внешним потребностям как овладеть небом и бороздить моря но не учит никто они ни почему они пришли на эту землю так вот самая большая беда современного человечества это отсутствие правильного духовного просвещения это отсутствие того что способна внятно и обстоятельно на современном уровне с использованием я бы сказал веских научных аргументов определить истинный смысл существования человека определить истинный смысл существования человечества и до сих пор от проблема до сих пор от проблема широко дискутируется в научной творческой духовной среде для чего человек пришел на эту землю для чего существует человечество но делается это вы как по детски как-то по детскому очень наивно без а без правильного ответа на этот вопрос жизнь современных людей нурочеты пришел на это землю без правильный ответ на этот вопрос жизнь современных людей превращаются в бессмыслица просто без мыслей дано абсолютно бессмысленная убогости бесплодность редких теледебатов на этот супер актуальную и во многом за тему взрыва опасная просто поражает вот когда начинает затрагивать эти вопросы вот я несколько таких дебатов видел вот просто поразительно духовный инфантилизм и научную беспомощность участников подобных дискуссий несмотря на их как правило высокие регалии там и духовные скрыть не удается на сегодня очевидно что при все мобили научных знаний о человеке я его предназначение на земле сам человек сам человек так и остается самым большим незнанием современной науки современности вообще понятно мы знаем все микрокристаллы вот все эти микротехники вообще что-то фантастическое в научном плане делается сейчас просто фантастика если окунешься вот то что на острее вот сегодняшних научных открытий уже вышедших в жизни открытие реализованы просто фантастические вещи делаются а насколько у бога выглядят знания человеке о том вообще для чего он здесь землю коптит ради того чтобы изучать внешний мир только чтобы строить супер техногенную цивилизацию которые готовы готовы которые готовы в любой момент рухнуть как аурабин договорил от нажатия какой-то кнопки одной маленьким ребенком ребенок вот настолько мед сегодня техногенно устроен вот можно разрушить там каким-то вирусом одним ребенок нажал кнопку и выпустил компьютерный вирус и все все рухнул понятно а человек остается действительно самой большой загадкой самым большим незнанием современности и жизнью превращаются от того бессмыслицу поэтому люди ищут смысл каких-то своих крошечных или крупных исканиях кто-то вяжет да кто-то колет наркотики кто-то играет на сцене больших и малых театров кто-то наукой занимается но никто не идет внутрь никто не пытается познать себя то есть мы топим жизнь каких-то крошечных смыслов свое вот эта беда и чтобы восполнить этот зияющий пробел мы своих работах посвященных проблем эволюции человека и человечества свете современных научно-практических знаний даем ответы на многие вопросы которые раньше оставались в тени вопрос которые могут помочь способна помочь духовно-одаренного человеку определить свое место в жизни свое место в эволюционном процессе то есть понять вообще рад чем и сюда пришли понять что мы существо переходные что мы находимся в стадии и он снова кризиса глубокого эволюционного кризиса вот переходным состояние человека ментальном человеку супра ментальном смертной жизни к жизни вечноют поэтому нас все так и плохо сегодня детальный во всех тонкостях известен и сам процесс эволюционной трансформации как все это происходит поэтапно какими знаковыми явлениями на отмечен вот это действительно в научном плане очень хорошие подспорье вот этот путь который позволяет вам проверить правильность того о чем идет речь этот путь который является собой венец духовных исканий в земном человечестве что подводит итог духовным поиском практической реализации своего иственного предназначения вот об этом хотелось сказать был неистовый бунт против того как все устроено и во все это было его все это было перемешано пусть этот мир исчезнет пусть ничего больше не останется пусть его больше не будет все это по сути бунт все это нигилистические бунт чтобы ничего больше не осталось чтобы все прекратило свое существование это достигло пика напряжения как раз на пике напряжения когда складывалось впечатление что решение нет вдруг сдача это было даже сильнее сдачи это не было отречением не было самоотдачей не было принятием это было что-то гораздо более радикальное и в так вот о чем здесь мать говорит искренне имеется ввиду смиренная искренне и смиренно это наверно синоним искренне смиренное согласие принять этот безумный мир на пике напряжения ненависти к нему такой эгоистической ненависти принять таким каков он есть со всей его лживостью со все ее жесток с его и жестокостью со всеми его гадостями извращениями которые мы видим с отрицанием явным здравого смысла мгновенно и сладостно разрешается полным чудом ты принимаешь этот мир и у вас в одно мгновение вспыхивает мать это описывает очень хорошо совершенно новый взгляд на все сущее в том числе на окружающий мир взгляд о ком божественного всемогущества и ты видишь это все в истинном свете видишь этот мир глазами самого господа бога неотъемлемой частью которого в этот момент и в этот период ты являешься когда-то его видишь в истинном свете и как следствие как следствие полностью трансформируется полностью трансформируется отрицание этого мира этот нигилизм по отношению к этому миру негативный взгляд на смысл существования негативный взгляд на смысл существования собственного этого мира, то есть, всё это чудесным образом трансформируется, и всё обретает поразительную ясность и абсолютную целесообразность, ты видишь, что всё происходящее абсолютно целесообразно, и эта целесообразность по человеческим меркам, это не целесообразность, которая людьми как бы утверждается, это божественная целесообразность, и удивительный взгляд открывается на всё происходящее, на игру Бога с самим собой в прятке, игру «найди себя», и ты понимаешь, что всё это элементы игры, то, что вызывало в тебе вот этот нигилизм, это отвержение, вот это неприятие, что это всего лишь элементы этой игры «найди себя в Господе», вот эти вещи совершенно удивительно начинают проявляться, и если вы до сих пор, если вы до сих пор предъявляете претензии к людям и к миру, которые нас окружают, и если вы ещё бунтуете против существующего порядка вещей, которые по человеческим меркам, ну, явно не соответствуют здравому смыслу, и не видите во всём происходящем абсолютной целесообразности, имеется в виду божественную целесообразность, то у вас ещё непочатый край работы на пути сознательной эволюции. Вот надо суметь увидеть этот мир, то есть ваше сознание должно трансформироваться настолько, что вы его принимаете как во всех его, так сказать, проявлениях, как элементы эти проявления божественной игры, вот той, в которой мы с вами принимаем поначалу бессознательное участие, а потом выходим на уровень сознательного участия в этой игре по правилам, установленным свыше. Это действительно огромное достижение. Поначалу мы уже говорили с вами, нам надо выработать абсолютную ровность по отношению к этому миру, но тем не менее вот то состояние его неприятия где-то внутренне эгоистического, ведь оно сохраняется, то ещё, так сказать, не состоялось то, что в конечном счёте должно полностью переориентировать ваше сознание в направлении правильного взгляда на всё происходящее в этом мире. О наркоманах, принимающих ЛСД, лизергиновую кислоту. Люди совершенно беззащитно ввергаются в самый низкий витал, и в зависимости от их природы, это либо отвратительно, либо кажется им чудесным. Такое длится 2-3 часа. Естественно, в это время люди совсем сходят с ума. И беда в том, что они называют это духовным переживанием, и никто не скажет им, что это не имеет никакого отношения к духовным переживаниям. Ну, всякие попытки форсированы с помощью каких-то фармацевтических препаратов и разных снадобий растительного происхождения. Познать божественное, познать божественное, естественно, в кавычках, неизбежно погружает сознание человека в обманные оккультные миры, в обманные оккультные миры повышенной витальной чувственности. Там обостряется витальная чувственность, где тонкое витальное удовольствие принимается за знак божественной природы. Именно витальное удовольствие. Вы, надеюсь, понимаете, да, что благодатное ощущение, ощущение благодати, а что такое удовольствие, тонкое и витальное. Так вот, доктор Гроф в своей известной книге, основанной на экспериментальных работах с людьми, которые принимали препараты ЛСД, ЛСД, это я где-то лет 30 тому назад прочитал его книгу, его работу на эту тему. Там на добровольцах он испытывал этот препарат, и мать, видимо, тоже знакома с этими вещами. Так вот, он рекомендовал искателям экстремальных приключений использовать этот препарат для духовного пробуждения и познания запредельного, как он говорил. Что вы познаете запредельные, выйдете за пределы от обычного материального существования, откроете там иные миры. Вот, какие миры он не говорил, это оккультный план, астральный план, это помойка, в которую очень просто погрузить человека с использованием вот этих препаратов. Вот, так что, качество этого запредельного, в которое он способен якобы погрузить человека, вот, он так и не уточнил, каково качество это запредельного. Там я у него не встретил оценку качества. Особенно опасны подобные опыты для тех людей, кто имеет духовный талант, и кто пытается его реализовать противоестественным способом. Вот, есть духовный талант и попытка его реализации противоестественным способом. Вот, не через посредство божественной силы, а с использованием какой-то химии, каких-то растительных снадобий. Вот, и как неизбежное следствие, неизбежное следствие этих пагубных опытов, это глубокие психические расстройства депрессивного характера. Депрессивного характера. С погружением в нижние астралы, со временем неизбежная зависимость от используемого зелья, который заканчивается в конечном счете каким-то неприятным, трагическим событием или полным распадом личности. Просто. Вот. И хочется предостеречь тех, кто время от времени в этом направлении балуется. Есть такие люди, там покурить что-то, какую-то травку, какой-то маленький, так сказать, уколчик, таблеточки. Ну, такая игра, якобы безопасная, да, всё под контролем. Вот. Ну, это типичное заблуждение молодых людей, приводящее к резкому снижению духовного потенциала индивида. Если он у него был, то он резко снижается. Резко, стремительно снижается. Он просто его утрачивает и постепенно вовлекается, этот человек, в тонкую опасную игру оккультных сил, ну, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Можно сказать, что человек является всемогущим господином любых состояний бытия своей природы. Но он забыл об этом. Его естественное состояние быть всемогущим, но он просто забыл об этом. Ну, божественное всемогущество, божественное всемогущество присутствует в нас с самого рождения. С самого рождения, оно в нас присутствует. И это заложено в правила божественной игры «найди себя», присутствие этого божественного всемогущества. Память об этом исходном состоянии постепенно возвращается по мере обретения нами сознательности в процессе творческого следования по пути и сознательной духовной эволюции, а по мере умоления эго, по мере умоления эго, в работе на этом же пути обретается истинное всемогущество. И в единстве с божественным оно проявляется, вы сливаетесь в своем индивидуальном могуществе с божественным всемогуществом. То есть, становясь частью вот этого божественного целого. И пик вот этого вашего всемогущества, он наступает при окончательном переселении вашего индивидуального сознания в новую тонкую вибрационную структуру. Вот пик этого всемогущества наступает вот в этот момент. Потенциально мы все действительно боги, но на деле всё не так просто. На деле всё не так просто. Божественное начало в нас может быть легко съедено нашим же эго. Вот. Что и происходит в подавляющем большинстве случаев. Вот. И не случайно Спаситель называл тех, кто готов исполнить свой главный долг перед Господом малым стадом. Таких людей закономерно мало. Закономерно мало. Но их может быть гораздо больше, гораздо больше, если они получат, эти люди получат правильное духовное просвещение, не проявят себе это всемогущество. Они есть. Но проявляется мало. Очень мало проявляется. Ну, по понятным причинам. Мы же знаем, почему это происходит. Естественно, в ходе эволюции было необходимо, чтобы человек позабыл о своём всемогуществе. Потому что из-за него его бы просто распирало от гордыни и суетности. Так что это было бы совершенно искажено, и человеку надо было дать ощущение, что существует много более сильное и могущественное, чем он сам. Но, по сути, это неверно. Это возникло лишь по необходимости в ходе божественной эволюции. Смотрите, ведь в ходе божественной эволюции в процессе игры «Найди себя» индивидуальное сознание человека постепенно высвобождается из материального плена, постепенно обретает радость бытия, радость просто существования. Но делается это не благодаря нашим усилиям или эгоистическим усилиям индивида, не благодаря нашему иллюзионному всемогуществу, ложному всемогуществу, что мы всемогущие во всех областях человеческой жизни, в искусстве, в науке, в споте, ещё в чём-то. Не благодаря этому делается, а только через последствия сознательного открытия воистину всемогущественной силы, которая нас возвращает в наше всемогущество. Не мы достигаем этого, не нашими усилиями это достигается через посредство той силы, которой мы должны открыться. Вот. И открыться, и смиренно сдаться в её руки, сдаться в её руки, заботливые руки, если мы это делаем, то тогда мы обретаем это всемогущество. И подлинное всемогущество человека проявляется только тогда, когда он полностью освобождается от путэга, когда он полностью умаляет в себе эгоизм. Вот. И окончательно перестаёт помышлять о себе самом, как о исключительном чём-то, которое требует к себе особого отношения со стороны других людей, со стороны Господа Бога, тем более. Вот. как только это умаляется, как только это перестаёт существовать, тогда человек действительно обретает всемогущество. Это и означает возврат, возврат к истоку, возврат к истоку, от которого мы когда-то отпали и пустились в это долгое эволюционное плавание в океане неведения. Человек – это потенциальный Бог. Он и считал, что был воплощённым Богом, а ему надо было усвоить, что он был совсем ничем, только бедным маленьким червём, попашащимся в земле, так что жизнь постоянно обтёсывала его всевозможными способами, чтобы он не то, что понял, но, по крайней мере, немного почувствовал это. Но как только человек занимает правильную позицию, он знает, что является потенциальным Богом. Единственное, он должен стать им. то есть превзойти всё, что им не является. Так вот, непреложный кармический загон, педагогический закон, выполнял в нашей жизни роль мудрого учителя, который всеми доступными для понимания средствами, большей частью кнутом, реже гораздо пряником, реже гораздо пряником, подводит нас к мысли, что как бы мы с вами не тужились, как бы не силились с собой что-то представлять, вот, мы беспомощны, мы никто при отсутствии в нас Всевышней Воли, при отсутствии в нас Воли Господа. И вот этот кармический закон напоминал и напоминает постоянно нам об этом, и на об этом. И как только человек занимает правильную критичную позицию по отношению к самому себе, к своей фактической беспомощности во всем, и становится на путь сознательной духовной эволюции, начинает приоткрываться плотная эгоистическая завеса, за которой скрывается божественный потенциал человека. По мере умоления эго, вот это божественное начинает проявляться. Чем я меньше я, тем больше Бога, вот это завеса уходит. Иисус наглядно продемонстрировал заблудшим людям, заблудшему миру, что только через практику абсолютного смирения, а это означает практика отсечения эгоистической воли и полного предания в себя в руки Господа, в руки Духа, можно обрести Царство Божие и жизнь мечную, то есть обрести психологическое бессмертие, наработать в коконе материального физического тела вибрационный носитель жизни вечной, место нашего нового обитания, существования вне рамок эго. это носитель жизни вечной без всяких проблем способен размежеваться с физическим телом и существовать на тонком плане бытия без потери памяти индивидуальности это действительно удивительная вещь как некий финал загономерный финал той самой игры в которой мы вовлечены с самого рождения божественной игры. О состоянии физического недомогания и кажущегося бессилия мы находимся в очень остром периоде трансформации очень остром так что когда одна нога на земле а другая в воздухе бывают такие периоды они длятся не слишком долго но могут растягиваться на 2-3 месяца затем они заканчиваются потом снова наступают такие периоды в таких случаях надо просто оставаться очень очень спокойно с периодами физического недомогания и кажущегося бессилия сталкивается видимо практически каждый кто работая на пути сознательной духовной эволюции достигает переходного состояния когда пораженческое телесное сознание оказывает очень острое сопротивление процессу эволюционной трансформации то есть пораженческие позиции телесного сознания пытается себя сохранить пытается себя сохранить что важно при этом важно понимать неизбежность подобных явлений что они происходят закономерно что это не изъяны в вашей работе а напротив это результат работы божественной силы в вашем сознании в телесном сознании физическом уме именно в эти периоды в эти периоды кажущегося бессилия или богооставленности у нас происходит подготовка к смене власти власти смертной жизни на всемогущую власть для которой смерть всего лишь иллюзия вот этот период смена власти которая должна произойти вот это очень важно понимать потому в таких случаях требуется просто оставаться внутренне спокойным понимая важность и необходимость происходящего обязательно так сказать сохранять ровность а сохранять ровность помогает понимание закономерности того что с вами происходит вот и где-то в течение полугода с момента начала работы на пути сознательной эволюции я переживал подобные болезни стоял состояние тогда мне начало показалось даже концом это как бы первый вот такой период таких не совсем приятных вещей все органы системы давая себя знать однако я твердо решил стоять на позиции просто наблюдать или наблюдать за всем происходящим довериться этой силе трансформирующей будь что будет и вот эти временные недруги были вскоре побеждены организм подвергся основательной как мне кажется санации в дальнейшем такие в дальнейшем также возникали периоды недомогания но здесь они недолго и дальше уже они воспринимались абсолютно безболезненно только после окончательного погружения физического тела в эту новую энергообменную или вибрационную среду физические недомогания практически исчезают они перестают существовать а что касается недомоганий физических которые были у матери то здесь надо учитывать состояние физическому телу которым исполнилось на тот момент вот когда она об этом говорит 85 лет физическому телу исполнилось которая накопила много возрастных проблем требующих радикальной трансформации эта трансформация происходила и она это ощущала вот как в перерыве одной из наших бесед это было в Волгограде ко мне подошла женщина и поведала свою историю которую я предложил ей озвучить перед аудиторией она впервые мне рассказала я после первых расскажи что с тобой происходило вот и вот она сказала что где-то на третьем году работы на пути сознательной духовной эволюции у нее появилась слабость и довольно ощутимые боли в основном в области желудочно-кишечного тракта все там болело все работало не поймешь как месяца через полтора женщина все же решила это было правильно я ее похвалил за это обратиться к врачам на полтора месяца вот все там не так обратиться к нормальным врачам нормальным те которые на самом деле могут сказать что у тебя есть они к тем которые должны придумать те болезни все же отчет отчет лечить как сейчас это стало уже нормой вы наверное знаете сейчас все больше на эту тему говорят что стоит вам неосмотрительно куда-то пойти в частную клинику вы уже там на всю оставшуюся жизнь обязательно будете вчера даже была передача как журналист какой-то там пошел в сердечно-сосудистую клинику где у него здорового 35-летнего молодого парня обнаружили там расширение желудочков там какие-то уже склеротичные изменения мышцы сердца вот и соответственно сразу выписали пакет дорогостоящих лекарств вот и через две недели снова прийти он пошел к нормальному врачу нормального скажу все нормальные кардиограмм что-то они там придумали ну вот понятно что выдумать болезнь очень просто вы же ничего не понимаете вот вот как животное некоторые в апельсинах тоже все равно зачем кормят и вам накормили этой кардиограммой показали какие-то пики ну и все и вы уже все руки кверху да вот эта женщина пошла к врачу пошла к врачу однако никаких патологических процессов вот на самом да никаких патологических процессов в организме при самом тщательном всесторонним исследования всякими совершенными методами да выявлено не было и тогда женщина успокоилась как только сходила к врачам к нормальным вот и заняла абсолютно верную позицию она расслабилась и полностью давилась к Господу и вслед за этим произошло чудо произошло чудо при полном расслаблении она вошла в состояние волновой благодати она почувствовала вот эту вибрационную благодать вот эти широкие волны блаженства стали ее баюкать баюкать волновой колыбели с того момента в организме все успокоилось и болезнь в кавычках на это слово блин больше не возвращалась вот она об этом рассказала и говорит сейчас состояние совершенно удивительное фантастическая легкость вот эта волна внутри нет и вибрации это благодать а вот совсем вроде как бы разваливалась понимаете еще одно любопытное наблюдение уже из моей собственной практики в переходный период период размежевания с физическим телом находясь в состоянии физической активности ну ты буквально являешь собой некий вечный двигатель который не знает усталости усталости никакой нет но как только активность прекращается имеется физическая активность то у тебя точно возникает потребность присесть или прилечь этому не надо противиться тем более расценивать это как патологическое что-то телу просто требуется отдохнуть оно большей части уходит находиться в покое когда не требуется вот это активности такой физической форсированной активности ясно да дальше мать говорит так получается потому что вся витальная сила уходит на поддержание тела в равновесии в период трансформации это то что я называла сменой правления это период трансформации и в ходе этой смены вся витальная сила нацелена на поддержание равновесия тела чтобы не произошло прокидывание отсюда трудности надо оставаться очень спокойным и делать только то что совершенно необходимо так вот мать объясняет свое болезненное состояние оттоком витальной силы как она говорит отток витальной силы происходит на поддержание динамического равновесия в физическом теле в этот переходный период витальная сила направляется именно для поддержания физического тела чтобы оно сохраняло равновесие но на наш взгляд к этому нужно добавить еще и результат трансформирующий результат работы трансформирующего наулино-клеточного сознания наулино-телесного сознания с целью проведения необходимых оздоровительных санирующих мероприятий в проблемных местах организма это обязательно происходит с участием этой силы и до тех пор пока в организме не будет наведен должный порядок ну насколько это возможно понятно да насколько это силоспособный этот порядок водворить в нашем организме вот полноценное формирование или вынашивание носителя жизни вечной в физическом теле не может состояться тело должно быть максимально здорово насколько это возможно ясно чтобы новая жизнь была сформирована здоровые что ли вибрационной атмосфере чтобы не было палатологических деструктивных вибраций ясно надо сказать что духовное рождение духовное рождение когда речь о духовном рождении возможно при любом состоянии организма при любом вот родиться истинная сущность может при любом состоянии организма вашего организма а вот окончательная наработка тонкого вибрационного тела возможно только при минимизации патологических процессов опять-таки через посредство все той же трансформирующей силы супраментальной силы я наверное предвижу возражение по этому поводу а как же кончина в результате тяжелой болезни великого христианского праведника Паисия Святогорца я все время или Серапина Саровского или Штива Робинда или Паисия Святогорца все время пытается попровержение того о чем идет речь сказать вот в данном случае не следует путать вот я хочу чтобы внимательно послушали пытаюсь логично это объяснить в данном случае не следует путать тяжелую болезнь физического тела как фактор препятствующий наработки носителя жизни вечной как непосредственную причину смерти физического тела которая рано или поздно должна состояться поняли или нет то есть смерть причину находит и не важно что именно к смерти приведет так вот последнее имело место поистине святогорца давно уже состоявшегося в жизни вечной ко времени расставания с физическим телом ко времени его успения у него все уже было сделано то есть это было непосредственной причиной смерти физического тела вот и все ясно кстати физическое тело погибает у животных я думаю что это не секрет от опухолей так что малый выбор у вас либо сердечно-сосудистые либо онкология ну для тела поняли или нет выбирать что хотите если наука вам говорит что мы снизили процент от сердечно-сосудистых повысилась онкологическая вы не дети уже до ясно или нет обязательно тело должно как-то уйти ну-то уходит по какой-то причине причин не так много но одна единственная уже знаете остановка дыхание кровообращение конечном счете на 1 остается чего это приводит что к этому приводит это уже вопрос вкуса выбирать всю жизнь на мечтаешь о приятной кончине не завиду я вас этот вопрос он вообще перестает просто быть на повестке дня с какого-то момента с какого-то момента его просто не существует его нет это очень важное достижение